Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 165 происшествий. Из них 11 преступлений, из которых 9 раскрыто. По двум проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Привлечено к ответственности 43 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, причинен материальный ущерб. В Наринмаре сотрудниками полиции раскрыт грабеж. 11 ноября текущего года в вечернее время в дежурную часть управления поступило сообщение, что неизвестное лицо, находясь в квартире жилого дома по улице Рыбников города Наринмара, открыто похитило телефон, принадлежащий 28-летнему мужчине. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что грабеж совершил ранее судимый гражданин 94-го года рождения. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Заявитель, находясь у себя дома, употреблял алкогольные напитки в компании малознакомых ему людей. В процессе распития спиртного у хозяина квартиры произошел конфликт с одним из гостей. В результате ссоры мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у заявителя мобильный телефон и покинул квартиру. В настоящее время сотрудниками полиции мобильный телефон изъят у злоумышленника. По данному факту проводится предварительная проверка. В целях выявления у водителей перевозимого похищенного имущества на территории города Наринмара и поселка Искателей 6 по 9 ноября текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Заслон», в котором было задействовано 8 сотрудников окружной полиции. В результате мероприятия похищенного имущества не выявлено. С 13 по 24 ноября 2017 года на территорию округа сотрудниками окружной полиции будут проводиться антинаркотические мероприятия межведовственной антинаркотической акцией «Сообщи, где торгуют смертью» и оперативно-профилактической акцией «Дети России-2017». Целью данных профилактических мероприятий является организация привлечения внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, обеспечению сбора и проверки оперативно значимой информации, оказанию квалифицированной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц, а также предупреждению наркомании среди несовершеннолетних подростков, выявлению фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических психотропных веществ. Жители округа могут сообщить информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, нарушении правил легального оборота наркотиков и других преступлений и правонарушений. Информацию можно направить на электронный адрес ОМВД мвд 83-собака-мвд.гов.ру или позвонив на следующие номера телефона. По телефону доверия 8-818-53-421-52 или по телефонам отдела по контролю за оборотом наркотиков 4-26-42 и 4-21-40, а также на мобильный телефон 8-911-650-57-49. Анонимность гарантирована. Стражи порядка предупреждают владельца снегокатов о случаях хищения. 5 ноября текущего года в дежурной части управления МВД России по Ненинскому автономному округу обратилась жительница города Наринмара с заявлением о краже детского снегоката. Со слов потерпевшей полицейскими установлено, что снегокат находился в подъезде на лестничной площадке, то есть в свободном доступе для посторонних лиц. Обнаружив пропажу, женщина незамедлительно вызвала сотрудников полиции. В настоящее время по факту кражи проводится проверка. Принимаются все необходимые меры для установления лиц, причастных к совершению указанного преступления. С начала зимы этого уже второй факт хищения снегоката. В обоих случаях владельцы халатно относились к обеспечению сохранности своих вещей. Сотрудники полиции призывают жителей округа принимать меры по охране своего имущества от преступных посягательств. Не оставлять в подъездах, под лестничными маршами, на лестничных площадках, в коридорах, холлах, детские санки, снегоката и другое имущество без присмотра. Проводить с детьми профилактические беседы, направленные на разъяснение правил сохранности имущества и об ответственности за хищение чужих вещей. Полицейские напоминают об ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. В минувшую субботу в дежурную часть окружной полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина хочет взорвать жилой дом по улице авиаторов города Наринмара. В ходе проведенных совместно с сотрудниками отдела ВНАУ регионального управления ФСБ России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность звонившего мужчины. Им оказался ранее несудимый житель округа 76-го года рождения. Полицейские выяснили, что на момент звонка злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и с целью привлечения к себе внимания специализированных служб сообщил, что он взорвет дом. В настоящее время сотрудниками полиции в отношении жителей округа проводится проверка. Выясняются все обстоятельства совершенного противоправного поступка. Стражи порядка предупреждают, что за заведомо ложные сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинение имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание за совершение подобного преступления в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сотрудники УМВД отметили профессиональный праздник День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 10 ноября 2017 года в Культурно-деловом центре Арктика состоялся торжественный концерт, посвященный Дню сотрудников органов внутренних дел России, где прошло награждение личного состава УМВД, ветеранов УМВД и представителей средств массовой информации округа. На торжественные мероприятия были приглашены руководители и представители органов исполнительной, законодательной и судебной власти Ненинского автономного округа, местного самоуправления, сотрудники правоохранительных и надзорных органов, члены Общественного совета при УМВД, Совета ветеранов, представители общественных организаций, религиозных конфессий, представители СМИ округа и кадетский класс. Перед началом концерта начальник управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу, полковник полиции Олег Яковлев, поблагодарил личный состав за добросовестное исполнение служебных обязанностей, вручил медали, благодарственные письма и почетные грамоты управления, а также пожелал здоровья, счастья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов в служебной деятельности на благо России. Поздравлением начальника управления присоединились приглашенные гости, в числе которых находился временно исполняющий обязанности губернатор Ненинско-автономного округа Александр Цибульский, который также выразил слова благодарности сотрудникам управления за их нелегкий труд. Сотрудниками окружной полиции устанавливается местонахождение Нагец Ивана Леонидовича, 26 июня 1982 года рождения, уроженца поселка Красный Яг Печорского района, Коми СССР, который 1 ноября 2017 года в 23 часа 30 минут вышел из дома, расположенную по адресу Ненинский автономный округ, поселок Искатель, улица Строителей, дом 16, в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы. На вид 35-40 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см, на правой груди имеется татуировка в виде головы медведя, а также правое и левое предплечье расписаны неустановленными знаками. Был одет. Пуховик дутый, синий короткий. Под пуховиком Олимпика синий Адидас с белыми полосками на рукавах, синие джинсы, темно-коричневые ботинки. При себе имел паспорт гражданина Российской Федерации на его имя. В паспорте может находиться медицинский полис, а также мобильный телефон неустановленной марки, кнопочный. В случае установления местонахождения разыскиваемого, сообщи дежурную часть ОМВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 421-26 или с мобильного 102. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом дежурную часть полиции по телефону 02 или по телефону 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.